В эфире телеканала Бобрусь к 360 итоги недели. С вами Вадим Киреев. Здравствуйте! Все самое интересное за последние 7 дней глазами наших корреспондентов. Сейчас коротко о главных темах недели. Для них профессия стала смыслом жизни. Сегодня страна отмечает День Учителя. Покажем, как поздравили педагогов-школьники. Не опускать руки. Я представляю, что пережил мой ребенок за время, пока меня с ней не было. Расскажем историю бывшей заключенной Ольги Козловой. Пополнение в армии патриотов. На неделе наш город посетил председатель общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давытько. В чем заключается секрет любви? А я в Бобруськ домой хочу. Я так давно не видел Нину. Пара из Бобруська готовится встретить бриллиантовую свадьбу. Место соединения прошлого, настоящего и будущего. Расскажем, кто еще сегодня отмечает профессиональный праздник. Также в итогах недели. Хочешь ехать с комфортом? Плати. «Белавия» в тестовом режиме ввела новую услугу выбора мест в самолете. Об этом и не только в традиционном обзоре. Кому понадобился Ганди и что будет дальше, если торговые войны США не остановить? Они не просят ничего взамен. Кладут на алтарь знаний и нашего будущего свои силы, а порой даже и здоровье. Сегодня Беларусь отмечает День Учителя. В этот день слова благодарности за любовь, заботу и терпение звучат в адрес тех, кто научил нас, если не всему, то многому – нашим учителям. Их работа – благородный и ответственный труд, который всегда пользовался особым уважением. Сейчас в школах республики преподают около 150 тысяч учителей. Для справки, более чем 90% белорусов считают эту профессию одной из самых важных. Школы, гимназии и колледжи, 34 учреждения образования и порядка тысячи профессионалов педагогического искусства. Бобруйск по праву гордится своими специалистами. О героях нашего времени Максим Кембель. 34 учреждения образования и более тысячи профессионалов педагогического искусства. В 2019-м более 30% выпускников получили аттестаты со средним баллом 8,5 и выше. 65 парням и девушкам выдано свидетельство об общем базовом образовании с отличием. 43 человека награждены золотыми медалями. Еще один немаловажный фактор качественного образования – 100-бальные результаты на ЦТ. Сертификаты с тремя цифрами абитуриенты получили по русскому, белорусскому, английскому и физике. Бобруйск по праву гордится своими учителями. В преддверии праздника в их адрес звучали искренние слова поздравления. Всегда в учительской среде лично мне очень трепетно, потому что это люди, которых я очень люблю в первую очередь. Грамоты, премии, ценные подарки и, конечно же, цветы. Дворец искусств пятничным вечером стал концертной площадкой для поздравления педагогов. Ежедневный труд, величайшая преданность профессии, бесконечная мудрость и огромное терпение. Артист, психолог и порой лучший друг. Его величество, учитель. Педагог – это больше, чем профессия, это призвание. Потому День Учителя – особенный праздник. Преподаватель географии и основ в безопасности жизнедеятельности Борис Сиденко прошел путь от рядового учителя до директора, посвятив всего себя 20-й школе, так и не объехав земной шар. Провел жизнь в кабинете с глобусом и картой мира. Пожарная или же служба РМЧФ. Еще. Полиция? Нет. Скорая? Ми? Ми. Свой первый урок Борис Николаевич провел 44 года назад, однако привык шагать в ногу со временем. К 66 годам освоил компьютер, интерактивную доску и другие современные технологии. Ну, сейчас я уже пенсионер, и вот мне этот коллектив предоставил право работать не только учителем географии, но и ОБЖ. В принципе, очень важный предмет для наших детей. Вроде получается, дети довольны. Дети мои, в общем-то, ну, по-моему, достойными людьми являются. Учащиеся 20-й школы победители и призеры городских, областных и республиканских олимпиад. Учреждения образования по итогам прошлого года в десятке лучших в городе. Но, как уверяет руководство, это далеко не предел возможностей. На этот год планы амбициозные. Наша школа гордится своим преподавательским составом. Если посмотреть процентом соотношений из 76 педагогических работников, около 90% имеют высшую и первую квалификационную категорию. Они не просят ничего взамен, жертвуют временем и здоровьем. Все для того, чтобы дать знания ученикам, которые помогут стать высококвалифицированными специалистами. Максим Кембель, Максим Галеонко. Итоги недели. Продолжая тему школы, нельзя не заметить, что в современном мире учебный процесс претерпел некоторые изменения. С приходом технологий, гаджетов и всемирной паутины не только дети, но и сами учителя постигают точные науки немного иначе, чем это было лет 20 назад. Так насколько отличается нынешний ученик от своих предшественников? И какими качествами должен обладать соответствующий нашему времени педагог? Об этом и не только нам рассказала учитель белорусского языка и литературы 27-й школы Елена Лобанова. Елена Анатольевна, во-первых, с праздником вас поздравляем, с Днем Учителя, вам успехов. И, конечно, хочется узнать самое главное, как вы пришли в эту профессию? Это была случайность или это было осознанное решение? Мой выбор наставницкого шляха не выпадковый. Это был усвядомленный и метанакерованный выбор. Справа тем, что моя бабуля была наставницей початковых классов. Правда, про это я доведелась уже после того, как я сама стала наставницей. Отремливается новость. Бачите, на узровне святомости нам так отремалось. И закладина уже было, что я должна была выбрать с этой наставницкий шлях. А, по-другому, с детинства марила стать наставницей. Сама рабила журналы. Брала лялек. И они у меня были моими лучними. Коли закончила 11 класс, а я училась в 6-й средней школе. А это был 1991 год. Беларусь тогда стала свободной, незалежной державой. Тому, конечно, безумовно хотелось нести с гонором у свет свое звание беларуски. Беларусочки. Неправильно, напомню, будьте беларусочки. И выбор беларусской мовы был вось так самым это накерованно усвядомленный. Я хотела поступить на филологичную факультет беларусского державного университета. Я была медалисткой. Тому требовалось сдать только один экзамен. Я рыхтовалася. Поспехово я его сдала навыдатно. Ну и таким чылом стала студенткой Беларусского державного университета. Вы в этой профессии 25 лет. Атремлевается 25 год. Что поменялось за это время? Поменялись ли ученики? Какие они были 25 лет назад? Какие они сейчас? Так, видите, что я напомню, начну с того, что скажу, что не изменилось. Я напомню, николе не изменится у нашей наставницкой профессии. Конечно, безумовно, наши наставники, их рационалом были крэйда, дожка. И они працавали так. Мы, конечно, не так само надолз цепишем, выкрыстовываем крэйду, али мы живем у век компьютерных технологий. И тому отставать мы не маем никакого права. Я не могу сказать, что я так само так докладно володаю усим. Али я могу сказать одно. Я вучуся. Я стараюсь все само удосканаливаться, саморазвиваться. Ну и таким чином поступово, по крысе. Ну, я думаю, что дойду до такого узровня, каля я сама буду задоволена собой. Для меня дети, вот если я каля пришла працавацю школу, отрамливается, и зараз я працую в школе, дети для меня засталися такими же, які были. Дети засталися для меня цикаунами, гарызливыми, увишнами. Дети засталися для меня талиновитыми. Часом не по слухмянами. Конечно, такое безумовно бывает. Дети по-разному читают, потому что на уроку белорусской литературы, конечно, у нас перешна, перешмы працуем с книг. Я не могу сказать, что ранее читали много, а теперь читают мало. Конечно, ранее махчима дети были больше зацикавлены у читания, потому что не было телефонов, не было гаджетов разностайных. Тому хочешь, не хочешь, але приходилось до дому и читать мастацкий текст. Теперь она, конечно, безумовно есть. Али дети все равно читают. Можа меньше у поравнаний с тем, что было ранее, али я не могу сказать, что дети не читают. В библиотеку дети по ранейшему ходят, потому что у нас есть творы, которые мы читаем по школьной программе, у нас есть уроки додаткового читания. Этому безумовно потребность вертаться в школьную библиотеку, в городские библиотеки. Понятно. За 25 лет, это большой срок учительский, много времени прошло, и, соответственно, и ваши заслуги были отмечены большим количеством наград, грамот, дипломов. И в этом году тоже этот год не исключение стало. Какие награды, чем вас отметили в этом году? Я слышал, что есть такие моменты. Узнагарод у меня шмат, правда, я не очень люблю про это сказать. Я так доволю, степлый человек. Но, когда уже довелось, могу сказать, что в этом году я была узнагароджена специальное посвящение, специальный диплом специального фонда президента Республики Беларусь Александра Иргоровича Лукашенко по патринци, адорных учеников и студентов. Так само меня узнагародзели гоноровые грамоты Министерство Адукации Республики Беларусь. Ну, а ранее, конечно, были разностаенные узнагароды. Але я не лечу головными свои узнагароды. Я лечу головными узнагароды своих детей. Потому что мои узнагароды – это, конечно, безумовно, поспехи моих учнёв. Безумовно хотелось повиншовать профессийным святом усих своих коллег, коллег у своей родной установки аддукации, коллег у городе. И на пылной межах Республики так само хочется звернуться и пожедать. Я хочу пожедать нетерпения. Я хочу пожедать радости. Я хочу пожедать оптимизму. Я хочу пожедать становших эмоций, ярких, незабылных. Хочу пожедать соней каў души. Нехай гусёня на улице нема, але я назавсёды павіна святюць ў души. Промни павіны быць яркими, бліскучшыми. И хочу пожедать больше смешек. Дарыць усмешки людям, тому що на саме справи, коли ти дарыць усмешку, ти дарыць добрыню. А добрыня завсёды до тебе вертается. І тому, конечно, безумовно усмешок, радости, позитиву, і сподіваться завсёды на то, і веруться той, що все буде добре, сподіваться завсёды на лепше. Успехов вам, і, конечно, ну, все-таки, небільшого натерпения і улыбок, конечно же, повыше, як вам, так і вашим ученикам. Дякую. Спасибо. В этот день слова благодарности звучат і з детских уст. Школьники города тож присоединились к поздравліням своїх любимих педагогів. Давайте посмотрим, що із этого вышло. Наш учитель! Мой учитель приходив ко мне домой, розговаривав с мамою, с папою і со мной. Добрий, дуже умний і саме-саме красивий. Хочет писати, читати, решати примери. Моя учительниця дуже добрая, і она мене угощала конфетами. Учитель – це такий людина, який говорить цей день і все учит, учит і учит. Ми будемо наших учителей! Дорогі, заслуженні наші учителя, з днем учителя вас! І пусть ваше нелегке, але таке важне дело цениться, уважається і щедро рознаграждається. Пусть крупиці знань, із котрих формирується полноценний рудський багаж, прочно осідають в головах ваших способних дітей. Пусть ваш досуг – це не тільки проверка тетрадів і написання методик, але і насыщена лична життя. Желаю з ентузиазмом виконять свою роботу, гордиться выбранной професією. Учитель – це призвання. Отличного самочувствия і простого человеческого счастья. Радуйте і берегите себе! Пусть благодарність ваших учеників стане для вас достойной награды! Ми вас любимо! А прийшли вам малыши, щоб поздравить от души. Желаю багато радості і не знаємо усталості. Старайтесь нам в учениках, в тетрадах самых аккуратних, з заплаты большого кошелёк. Пусть будет вам радость каждый урок! Дорогие педагоги, ваша улыбка, до нас дороже – тысяча слов! Поздравляем! Мы продолжаем наш выпуск. Электронное будущее. В скором времени даже услуги ЖКУ перейдут на новые технологии. Можно будет забыть, что такое ежемесячно снимать показания счетчиков. Уже через пару лет Министерство жилищно-коммунальных услуг планирует автоматизировать все процессы. Об этом и других актуальных новостях недели расскажем далее. В Беларуси разрабатывают единую систему учета ресурсов ЖКХ. Предполагается, данные со счетчиков воды, электричества и газа будут автоматически поступать в центр учета, а потребителям больше не придется самостоятельно снимать показания. Это позволит сократить расходы обслуживающих организаций и понизить стоимость услуг, однако не за счет субсидирования, а оптимизации системы. Отслужившие в армии беларусы смогут воспользоваться новыми преференциями. С 28 января будущего года вступают в силу инициированные Министерством обороны изменения в Трудовом кодексе. Согласно новой редакции, за прошедшим срочную службу в течение трех месяцев сохраняется рабочее место или предоставляется равноценная должность, вне зависимости от формы собственности нанимателя. Ранее это касалось только госучреждений. Минобороны инициировала введение целого ряда социальных гарантий, большинство из них в сфере образования. У белорусских спасателей появилась виртуальная 3D-карта для молодых родителей. В ней содержатся советы, как избежать опасных ситуаций дома. Карту можно найти в мобильном приложении МЧС «Помощь рядом». Она представляет собой виртуальную модель квартиры. Внимание уделено каждой комнате. При выявлении рискованной локации можно нажать на специальный знак и выяснить, как нейтрализовать угрозу, а если инцидент уже произошел, то узнать о дальнейших действиях. Теперь пассажиры авиакомпании «Белавиа», которые заранее хотят выбрать место в самолете, должны будут заплатить за это от 5 до 30 евро. Цена будет зависеть от расположения кресла в салоне. Услуга будет активна за 24 часа до вылета. После этого времени места в самолете можно будет бесплатно забронировать при онлайн-регистрации. Исключение места с увеличенным расстоянием между рядами, а также в начале салона эконом-класса. Оставшиеся будут доступны бесплатно при регистрации в аэропорту. Плюс 30 человек. Количество единомышленников в одной из самых крупных первичек Белой Руси в стране на неделю увеличилось. Председатель общественного объединения Геннадий Давыдько лично вручил достоверение вновь прибывшим и рассказал о главных идеях существования самого масштабного патриотического движения в Синеокой. Этот визит председателя Белой Руси Геннадия Давыдько на Белшину в 2019-м уже третий. В этот раз повод особенный. 30 сотрудников промышленного гиганта вступили в ряды патриотов и скрепили свое решение крепким рукопожатием. К слову, Белая Русь на Белшине существует уже 10 лет. По численности она чуть ли не самая масштабная в республике. Первичка объединяет более 800 человек. Качественный состав от фрезеровщика до директора. Время непростое, время электорального периода, когда политически активными становятся и недруги нашей консолидации, нашей независимости. Об этом тоже надо говорить. И вступление новых бойцов в нашу армию патриотов – это большой праздник, большое событие. И мне хочется каждого обнять. Во время встречи с друзьями, именно так Геннадий Давыдько называет членов первички, он осветил сразу несколько вопросов. Известно, что на неделе открылась сессия Совета Республики. Председатель организации отметил, было много полезной информации касательно нашего государства. Это экономические прогнозы, бюджет страны и политические события. Но в первую очередь Геннадий Брониславович акцентировал внимание на информационной войне, которая уже началась. Сквозь все испытания. Бобручанка Ольга Козлова летом вернулась из мест лишения свободы, где провела полтора года. Женщина извлекла урок из произошедшего и теперь всячески стремится начать новую жизнь. Сегодня Ольга работает швеей на славянке, а еще занимается волонтерской деятельностью, стремится помогать тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Судьба человека в центре внимания Людмилы Любимцевой. Бобручанка Ольга Козлова этим летом вернулась из мест лишения свободы, где пробыла полтора года. Теперь ее жизнь разделилась на до и после. Женщину осудили по статье 153 причинение легкого телесного повреждения. Под горячую руку ей попался гражданский муж, с которым она прожила 7 лет. Ольга говорит, у нее сдали нервы, так как долгие годы она терпела алкоголизм и унижение со стороны сожителя. Пробав за решеткой 18 месяцев, она многое переосмыслила и решила полностью изменить свою судьбу. Я представляю, что пережил мой ребенок за время, пока меня с ней не было. Я представляю, как пережила моя мать, потому что у меня мать, она инвалид первой группы лежачий. А до этого она ходила. И я в какой-то степени где-то виню даже себя, потому что все вот это вот на нервах, понимаете, и это был, мне кажется, что толчок. По возвращении женской колонии у Ольги начался период реабилитации. Первым делом стала искать работу, ведь она – обязанное лицо. К сожалению, женщину лишили родительских прав. У нее есть 15-летняя дочь. Через центр занятости устроилась на славянку швеей. Эту профессию она освоила в местах лишения свободы. Теперь шьет куртки, пальто, спецфоруму и справляется с этим довольно умело. Мне эта профессия очень нравится. Она не рутинная. Мне кажется, если бы была какая-нибудь другая работа, такая скучная, то мне бы не нравилось. А вот это действительно мое. Я вообще человек такой подвижный и мне нужно постоянно движение. А здесь нужно, как и движение, качество, скорость. И плюс еще я получаю новые навыки. Нареканий по работе у Ольги Козловой нет. Здесь ее характеризуют как ответственную и исполнительную. Она хорошо влилась в коллектив. Начальство отмечает, за несколько лет через цеха славянки прошел десяток обязанных женщин. Но лишь единицы задерживались на производстве больше, чем на месяц. А вот Ольга здесь закрепилась плотно. Это, наверное, первый человек из обязанных. За все время, вот я работаю практически 13 лет, первая, которая действительно пришла. И можно сказать, что она швея и человек ответственный. Потому что, ну вот у нас еще одна была такая Маша Бредус. Вот мы ее воспитали, но это долгими усилиями, мучениями. С Олей вообще проблем нет. То есть ни в плане морального, ни в плане профессионального. В свободное от работы время Ольга занимается волонтерской деятельностью. Она приходит в офис благотворительной организации «Справедливая помощь» и кормит малоимущих, одиноких людей, а также лиц без определенного места жительства. Пройдя сама через множество испытаний, волонтер остро ощущает чужую беду и стремится помочь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Мне вообще это нравится. Действительно нравится. Это мое. Я, честно вам сказать, я вижу себя даже в дальнейшем в одном из моих направлений, которое действительно, я надеюсь, что поможет осужденным, которые освобождаются, действительно не опустить руки, а идти только вперед. А начиналось все с того, что после освобождения из мест лишения свободы, женщина обратилась в организацию. Здесь ей помогли с продуктами и вещами. Спустя время Ольга решила тоже присоединиться к волонтерскому движению и помогать людям. Поменялось общество. За то время, за полтора года, что Оли не была здесь, общество поменялось. И да, ей тяжело. И благодаря тому, что она находится здесь, благодаря тому, что она помогает таким же, как она, как я, то есть я не ставлю людей в какой-то мере, что они разные. Мы все одинаковые. Она социализируется. Она социализируется, она тем самым приносит пользу общества, в котором она живет. Казалось бы, жизнь понемногу начала налаживаться. Но у Ольги есть одна большая проблема. Дом, в который она вернулась летом, требует серьезного ремонта. Сегодня главная задача – его утепление и починка полов. Вдобавок ко всему, здесь нет света. Задолженный за электроэнергию составляет 534 рубля. Женщина пояснила, почему сложилась такая ситуация. Тут жил брат. У него, видно, отопление тоже никакого. Газа тоже у него не было. Он все готовил, видно, на плитке, электроплитка. А это все тянет очень большие, как бы киловатты, мотает очень много. Ну и вот так вот. Тут, наверное, не один, а может, несколько обогревателей у него зимой стояло, чтобы он мог как-то обогреться. Но потом, когда, видно, отключили свет, он собрался просто и ушел. Но я еще находилась в местах лишения свободы. Съехать куда-то у женщины нет возможности. К тому же этот дом достался ей от бабушки с дедушкой. И для нее это память. Она хочет восстановить его, чтобы со временем воссоединиться со своей дочкой Дашей. Вот только ей нужны стройматериалы и рабочие руки. Определенную помощь она уже получила от организации. Но надеется также на поддержку неравнодушных людей. Людмила Любимцева, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Весной ВТО опубликовала окончательный отчет по спору вокруг концерна «Боинг», признав, субсидии США в размере 12 миллиардов долларов нарушили принцип честной конкуренции с европейским Airbus и нанесли ему значительный ущерб. Вот тогда-то и началась заваруха. Так что все-таки не поделили? А главное, кто виноват в сложившейся ситуации? О том, как это коснется обычных граждан, в традиционном дайджесте мировых новостей. США с 18 октября вводят очередные пошлины, на этот раз на импорт из ЕС в размере 7,5 миллиардов долларов. Это самое масштабное в истории всемирной торговой организации. Именно ВТО разрешило штатам такие меры. Цель – восстановление от убытков, нанесенных американской корпорацией «Боинг» из-за якобы незаконной помощи со стороны ЕС европейскому конкуренту Airbus. Однако США планируют обложить 10-процентными сборами не только самолеты и авиакомплектующие, но и ввести 25-процентные на ряд продовольственных товаров, включая оливковое масло, сыр, апельсины и муку. В Антарктиде от шельфового ледника «Эймери» откололся айсберг. Он получил название «Д-28». Его вес – 315 миллиардов тонн, толщина – 210 метров, площадь – более полутора тысяч квадратных километров, а это почти две с половиной Москвы. Теперь специалисты будут следить за массивом льда, так как он несет потенциальную угрозу для судоходства. Ученые говорят, причиной обрушения стало глобальное потепление. Последний крупный айсберг откололся от «Эймери» в начале 60-х. Праганди никто не крал. Индийская полиция опровергла кражу урны с останками лидера индийского национального освободительского движения. Ранее, напомню, появилась информация о том, что Праганди был похищен из мемориала в музее в день празднования его 150-летия. Однако в полиции утверждают, урна там даже никогда не хранилась. Тем не менее, акт вандализма был. Злоумышленники повредили плакаты с изображением деятеля и исписали стены, назвав Ганди «предателем». Несмотря на то, что в Индии Мохондаса Ганди считают отцом нации, в стране также есть люди, которые критикуют его за поддержку мусульманского населения. Владелец отеля «Мондалай Бэй» в Лас-Вегасе выплатит компенсации семьям жертв массовой стрельбы, которая произошла на кантри-фестивале два года назад. Всего на выплаты будет выделено 800 миллионов долларов. Исцы заявили владельцу отеля, не удалось обеспечить безопасность десятков тысяч человек на концертной площадке, которой он владеет. В октябре 2017-го, напомню, во время выступления на кантри-фестивале началась стрельба. Погибли 58 человек, еще 850 пострадали. Преступник в течение нескольких дней до праздника собирал арсенал оружия и боеприпасов в номере гостиницы. Сохранить для истории. Сегодня в Беларуси отмечается еще один праздник – День Архивиста. Дата имеет символическое значение. Она привязана к открытию Витебского Центрального Архива древних актовых книг в 1863 году. Сегодня хранилища страны насчитывают более 12 миллионов различных документов. Архивариусы занимаются их сохранностью и комплектованием, а также приобретением новых. Кроме этого, выдают справки гражданам. Это сведения о трудовом стаже, заработной плате, приобретении жилья, происхождение фамилий, исторические данные и личные дела. О буднях тех, для кого рукописи не горят, смотрите Дарья. Историк и ведущий специалист Бобруйского Зонального Архива Татьяна Клеменок однажды променяла школьные учебники на стеллажи с документами, о чем совершенно не жалеет. Говорит, это именно то, что она искала. Ее знания здесь пришлись как раз в пору. Женщина следит за сохранностью фондов и по запросам граждан находит интересующую их информацию. В основном она работает с исследователями. В том году приходил учитель истории с 21-й школы. Он писал работу про детские дома в послевоенное время. Ну и мы с ним, конечно, поработали плодотворно. Он потом занял первое место на области. Ну и часто посещает нас просто для своей работы. Сама работа очень интересная с людьми. Постоянно поиск какой-то информации, постоянно что-то новое для себя почерпаю. Всего в архиве насчитывается 240 тысяч документов. Среди них – данные о Бобруйске советского периода. Личные дела работников организации, сведения о трудовом стаже, имуществе. Подобная информация имеет у людей большой спрос и может понадобиться в любой момент, отмечают специалисты. Это, как правило, вопросы, касаемые сведений о работе, заработной плате, нахождении в отпусках по уходу за детьми. И, ну, скажем так, иногда требуются такие документы, как постановка на очередь гражданам, там надо уточнить по различным вопросам. Есть в архиве и личные фонды Бобруйчан, переданные на хранение. К примеру, виду города сразу после освобождения от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. Или красочно оформленный альбом неизвестным художникам, где описывается боевой путь бомбардировочного авиаполка. А еще есть документы, по которым можно проследить судьбу своих родственников. Большой фонд есть, называется Бобруйская областная чрезвычайная комиссия содействия расследований злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. Это комиссия ЧГК, так называемая Бобруйская ЧГК. Очень много мы с ней работали, когда существовал фонд взаимопонимания и примирения, и выдавали справки гражданам, которые были угнаны в Германию, либо их родственники были расстреляны, замучены, повешены. У нас есть такие списки. Одним словом, архив – это место соединения прошлого, настоящего и будущего. Благодаря ему сохраняется связь времен, история развития культуры и общественной жизни. А значит, свои актуальности он никогда не утратит. Людмила Любимцева, Андрей Богдан. Итоги недели. Пока смерть не разлучит. Сегодня мы расскажем необычную историю любви обычной пары из Бобруйска. Рамуальд и Нина Простяковы в свои 80 все еще полны чувств друг к другу и готовятся в ноябре отпраздновать бриллиантовую свадьбу. Муж и жена прожили вместе рука об руку 60 лет. В чем секрет крепких отношений, попыталась понять Мария Бересневич. Первый раз я ее поцеловал на Новый год. Вот с 57-го на 58-й. Это была такая хорошая погода. Шел крупный и медленно падал снег, хлопья большие. И я так, она мне нравилась. И мне очень хотелось ее поцеловать, но я боялся. Но в конце концов поцеловал в щечку. Рамуальд Простяков спустя 62 года, как сейчас, помнит свой первый поцелуй. Ниночку, так мужчина и по сей день называет свою жену, он встретил на танцах. Говорит, сразу влюбился. Это была суббота, второй день после возвращения из армии. Тогда пара и представить не могла, как в дальнейшем сложится их жизнь. Ну, если откровенно, он мне совсем не понравился. Там все девчата были в восторге. И говорят, ой, Ромочка с армии приходит, Ромочка. Ну, думаю, что там за Ромочка, что все Ромочка, человек 15, все Ромочка. Он напоминает все время вот этот случай, как шел снег такой, большие хлопья. И он все-все вспоминает абсолютно. И говорит, я никогда этот первый поцелуй не забуду. И в щечку поцеловал. Но, говорит, я думал, что ты меня ударишь, а ты как раз ничего не сделала со мной. 22 ноября Простяковы отпразднуют бриллиантовую свадьбу. За шесть десятков лет, признаются, бывало всякое. Как говорится, и в горе, и в радости. Между тем, глава семейства убежден. Нина Петровна из той категории жен, которых именно дарит Бог. Она родила ему двух сыновей. Ромуальд Александрович рассказывает, как по работе порой приходилось уезжать. На 10 дней возил туристов на отдых. Всегда скучал. Вспоминает, как стоял на берегу Чёрного моря и припевал. А я в Бобруйск домой хочу. Я так давно не видел Нину. Понимаете? Потому что мне хотелось домой. Я от неё видел только ласку. Если я уезжал, она всегда посмотрит, чтобы у меня воротничок был свеженький, в рубашке. Она посмотрит, чтобы мне с собой обязательно покушать, дать. В крепких отношениях, признаются семейства, важны три составляющих – уважение, доверие и, главное, любовь. Сейчас в свои 84 мужчина испытывает проблемы со здоровьем, у него больное сердце. Про таблетки пенсионер постоянно забывает. Однако жена следит за каждой пилюлей и нежно называет мужа Ромочкой. Сама же Нина Петровна даже в 80 лет носит обувь на каблуке, говорит, чтобы быть красивой для супруга. А он, в свою очередь, всегда и помогает по дому. А в данный момент вообще друг без друга нам плохо. Я даже не представляю, как быть одному – или ему, или мне. Мне очень страшно. А ведь к этому мы идём. Поэтому я хочу сказать, что лучше вдвоём вместе уйти. Пока смерть не разлучит, похоже, это и есть тот самый случай. Мария Бересневич, Андрей Богдан. Итоги недели. На этом мы заканчиваем наш выпуск. С вами был Вадим Киреев. Увидимся в следующее воскресенье в 20.30. До встречи и хорошей трудовой недели.